ЦБ рекомендует собирать биометрию быстрее и лучше. Банк России недоволен тем, как банки относятся к его проекту внедрения удаленной идентификации клиентов, по записи голоса и снимку лица, и выпустил специальные рекомендации на этот счет. Банки согласны, что единая биометрическая система, ЕПС, пополняется медленно, но объясняют это низким спросом на новую услугу. Пока четыре банка принимают новых клиентов по биометрическим образцам. В этом году их станет больше. Фото. Рекомендации должны помочь банкам ускорить процесс регистрации в ЕПС и в системе портала ГАС-услуг, сократить количество технических накладок, сделать сам факт возможности сдать биометрические образцы заметным для клиентов и правильно информировать их об этом. Так, в главном меню терминалов электронной очереди должна появиться отдельная биометрическая кнопка, а на главной странице сайта банку и его мобильного приложения информация о том, что клиентам можно истать с помощью удаленной идентификации. Минус. Ряд банков запустит быстрые переводы по номеру телефона. По данным оператора ЕПС Ростелекома, возможность получать финансовые услуги с помощью удаленной идентификации до сих пор поддержали только четыре банка. При этом биометрию собирают 150 банков. Принимать биометрические образцы банки обязывает закон, к первому июля они должны обеспечить сбор в 60% своих отделений, к началу 2020 года повсеместно, но вопрос, принимать ли новых клиентов только по голосу и лицу, остается всецело на их усмотрение. Многие банки планируют начать предоставление услуг с помощью биометрической идентификации в этом году. Правовые аспекты работы банков эксперты РГР заясняют в рубрике «Юрконсультация». Спрос на услугу сбора биометрии есть, но пока достаточно сдержанный, говорит руководитель Департамента развития онлайн-каналов Альфа-банка Дамир Батулин. Банки схожим образом оценивают причины, по которым за 8 месяцев клиентов, воспользовавшихся единой биометрической системой, набралось не так много. Во-первых, не все банки пока принимают биометрию. Во-вторых, клиенты еще только привыкают к этой возможности и начинают понимать ее преимущества, говорит представитель банка Акбарс. Когда накопится критическая масса клиентов, система начнет развиваться быстрыми темпами, считает он. Клиенты банков пока не понимают ценности использования биометрической идентификации, а также опасаются утечки данных третьим лицам, например, коллекторам или передачи в силовые структуры без уведомления клиентов, объясняет крайне медленный рост числа граждан, сдавших биометрию, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов промсвизбанка Ольга Алексюк. Кроме того, были прецеденты, когда банки собирали биометрические данные, но использовали их для собственных нужд, не передавая в единую систему. Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Конфликту между единой биометрической системой и аналогичной системой отдельного банка посвящен особый пункт в рекомендациях ЦБ, в целях исключения случаев введения клиента в заблуждение факте его регистрации в Ебсбанку следует информировать клиента о том, в какую именно базу передаются его данные. Собственную биометрическую систему развивает Сбербанк. В его пресс-службе отказались от комментариев. Биометрическая идентификация может получить развитие при популяризации ее преимуществ и расширении возможности использования биометрических данных, считает Андрей Шурыгин, руководитель дирекции биометрических технологий Почта банка, один из четырех банков, уже принимающих клиентов на обслуживание через биометрическую идентификацию. Он говорит, что интерес к сдаче биометрических шаблонов проявляют не только жители миллионников, но и небольших городов, например, Александрово во Владимирской области, в Славянской на Кубани, в Краснодарском крае, в Смоленске. Используют возможности удаленной идентификации, открытия вклада, подачи заявок на кредит, переводы, платежи, в основном люди из так называемой экономически активной категории от 20 до 50 лет, но также есть пенсионеры и молодые люди, отмечает Шурыгин. Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Уральском форуме в феврале в качестве одной из основных причин трудностей со сбором биометрии называла длительность процесса. В среднем граждане, согласно проведенному Банком России опросу, готовы регистрироваться в единой биометрической системе, если это занимает не больше пяти минут. Сейчас, по нашей статистике, в зависимости от банка он занимает от 10 до 25 минут, говорила Скоробогатова. Первыми стали открывать вклады и подавать заявки на кредит с использованием биометрической идентификации экономически активной люди от 20 до 50 лет. Альфа-банк реализовал очень простую и быструю для клиентов и для сотрудников процедуру сбора данных, говорит Батуллин. Разработанное Банком приложение дает графические и текстовые подсказки оператору для быстрого фотографирования и записи голоса. В среднем процедура сбора занимает около пяти минут. Такое же время называет представитель банка Акбарс. В среднем в Совкомбанке данный процесс занимает от пяти до семи минут, говорит зампредправления Совкомбанка Алексей Панферов. В промсвизбанке регистрация данных занимает 10 минут. Экономика финансы банки Газфонды и контрольные органы Центральный банк. Продолжение следует...